Проблема расселения из аварийного жилья в Артемовском городском округе стоит остро. В разных точках муниципалитета это порядка 70 квартир. Если с муниципальными еще как-то можно решить вопрос, используя маневренный фонд, то частные необходимо выкупать. Причем примерно необходимая для этого сумма, которую озвучил председатель нашей местной думы, впечатляет. С 300 миллионов надо, чтобы все выкупить в раз. При этом, естественно, речь идет не только о деньгах. Есть юридические тонкости, которые сложно решить. Ведь многоквартирных домов, не считая тех, которые были построены по региональным и федеральным программам, не появляется. Естественно, что речь сразу зашла об инвестиционной площадке на Первомайской. Ее очень активно и быстро готовят. Но вот только под какие цели? С этим вопросом депутаты, средства массовой информации, в том числе и наша редакция, давно замучили чиновников. Владимир Степанович, хоть и не являющийся госслужащим, но близко знакомый с ситуацией, принял огонь на себя. Это больше, если переседление, что я и дети, сиротки, и тайской интервью, вот это думает. Будем там стройки? Нет, будем стройки. Будем, 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 под жилье, под жилье, под жилье. Между тем, в целом, количество артемовцев, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, около 800. Цифра более чем значительная, и каким образом местные власти смогут ее снизить, тема непростая. Нельзя рубить с плеча, не понимая правовых тонкостей. Но даже если они и будут решены, без региональной и федеральной поддержки, муниципалитет не сможет решить вопрос от слова «никогда». А это значит необходимость входить в специальные программы. Такая возможность напрямую зависит и от активности гражданского общества. Только активность эта должна быть конструктивной. Недостаточно просто горлопаники и махать руками.